У женщин было разделение на нижнюю, на тельную одежду, верхнее платье. На тельная одежда срочица упомянута во многих письменных памятниках. 9 ноября уроки в школе имени Героя России Виктора Матвеева отличались от обычных будней. За ходом занятий наблюдали приглашенные гости. Заместители директоров по учебно-воспитательной работе со всех школ Пушкинского района приехали в лесной на семинар. Формирование и развитие творческого потенциала учащихся являлось главной темой встречи. Провести семинар именно в лесном решили потому, что школа по совместительству еще и социально-культурный центр. Мы не одиноки в своей работе. Нам помогает окружение городского поселения лесной, нам помогает художественная школа, и у нас отделение Пушкинской художественной школы, и нам помогает музыкальная школа, у нас филиал Пушкинской музыкальной школы. И обучается в обеих школах где-то около 250 детей. Кроме докладов в программу семинара входило посещение шести уроков – английский и русский языки, история, окружающий мир, физика, а также два внеурочных занятия – театр и творческое письмо. Главной задачей было показать, как школа работает над формированием и развитием творческого потенциала своих учеников. Мы иногда сами удивляемся, какие они у нас творческие. Особенно это чувствуется, когда мы делаем большие мероприятия, и вот здесь они раскрываются в полной мере. Все-таки один урок – это маленький отрезок пути, на нем не всегда заметно, как вырос ребенок. А вот когда мы проходим длинный путь и на выходе видим из начальной школы или из среднего звена, сразу чувствуется, что ребенок вырос. Новый подход в объяснении той или иной темы – взаимодействие с учениками с учетом их пожеланий. Эти действия способствуют формированию творческого потенциала детей. К примеру, в лесном школе с ребятами играют в крестики-нолики на уроках математики, чтобы проверить, выучили ли они параграф или нет. А на современных технологиях задают виртуальное домашнее задание. Знаете, когда учителя математики дают тему осевая симметрия, вот как рассказать ребенку? Все очень просто. Принеси краски и выполни художественный прием, как художники делают. Нарисуй картину красивую, а потом представь, что протекает река. Сложи лист, и у тебя получилось отображение в реке и осевая симметрия. После этого детки уже не забывают, что такое осевая симметрия. Также гостям и участникам семинара посчастливилось побывать на традиционном балу школьной формы. Ну а после этого следовало обсуждение с подведением итогов. Так как все заместители директоров были поделены на группы и посещали разные уроки, то каждому дали слово. Урок дискуссия, он показал отличную коммуникацию между учеником и учителем. И что очень хорошо прослеживалось, нет языкового барьера, который все время мешает нашим ученикам общаться, проводить дискуссию, вести разговор на иностранном языке. Вот этого барьера не было на уроке. И за что честь и хвала вашему педагогу.